Я задам вопрос вот какой. Иван Иванович, вам за доверие в первую очередь. Я уверен, что я вас не разочарую и вы прочувствуете всю глубину положительных изменений для своего здоровья. Правка Атланта – это в первую очередь просто название и даже торговая марка, зарегистрированная на меня. Правка и правка Атланта. Это, конечно, имеет некое отношение к первому шейному позвонку, который в анатомии называется Атлант или в западной традиции Атлас. С1 – первый шейный позвонок, который располагается в основании черепа и является опорным элементом затылочного сустава. Но я не работаю напрямую с костью. То есть это не имеет отношения к костоправству и к мануальной терапии. То есть я не ставлю кости на место. Я нормализую двигательную функциональность нервно-мышечной системы затылочного сустава. То есть я делаю так, что мозг корректно начинает правильно раздавать импульсы и управлять мышцами как гидравлическими механизмами. Что в свою очередь меняет позицию первого шейного позвонка тоже, что можно. И вы в том числе его заметите на своем исследовании компьютерной томографии, что изменится некая позиция косточки. Но атлант ни у кого никуда и не смещен. Это просто некий такой вот костный элемент, у которого сверху и снизу есть хрящевые ткани. И этим всем делом управляют мышцы. И мышцы некорректно получают команды со стороны мозга вследствие, как правило, родовых проблем и дополнительно приобретенных травм. То есть мышцы вздернуты, словно ремни безопасности. И механизм обездвижен, то есть заблокирован сустав. И при этом возникает большое количество последствий и компенсации, что выглядит как всевозможные симптомы от головной боли. Потому что здесь проходят затылочные нервы. И вы чувствовали воздействие при моем воздействии, вам отдавало в голову. То есть тут находится источник мигрени. Тут находится источник искажения работы глазных мышц. То есть движение глаз, движение черепа, взаимосвязанные процессы. Тут находится взаимосвязь работы челюстного сустава. Там есть единые места, шиловидные отростки, крепление челюстных мышц. Это все очень взаимосвязано. И если здесь есть зажим в затылочной области, то человек чисто физически падает. Мы и так падаем, когда стоим, и наше тело должно, наш мозг управляет нашими мышцами, и мы должны балансировать. Но если у нас заклинина наша голова, если нарушена работа двигательной функции затылочного сустава, то мы очень существенно падаем. И мозгу нужно сделать всевозможные компенсации, что выглядит визуально как сколиоз, как кифоз, избычная сутулость, как перекос таза и неравномерный износ тазобедренных суставов, как плоскостопие и так далее. То есть большое количество симптомов и последствий. И я, и вот как говорил Жванецкий, все борются с плесенью, но никто не борется с сыростью. Вот эти все методики, вами упомянутые, остеопатия, массажи, костоправство, мануальная терапия, кинезиология, иголочки, баночки, пиявочки и так далее. То есть это так или иначе улучшает некую функциональность, но не нормализует ее на уровне первопричин. Я воздействую на нервный центр в голове, посредством ювелирного стресса делаю некий перезапуск управления, сброс до заводских настроек. Если так, я перезапускаю управление на уровне нервного центра. И это принципиальное отличие. То есть я борюсь не с плесенью, а с сыростью. Я устраняю протечку где-то там на чердаке. Именно оттуда это все возникает. Я не ретуширую симптом. Я не работаю с улучшением кровоснабжения мышц, как делает массаж. Я не работаю с компенсациями. Я воздействую на первоисточник. И гарантированно устраняю первопричину с гарантией результата. И несу за это ответственность, в том числе и материальную. Это принципиальное отличие. Поэтому вся основная информация выложена у нас на сайте. В группе люди могут ознакомиться с более чем полутора тысячами отзывов от реальных людей. Есть доказательная база. Это в виде в том числе и компьютерной томографии, и УЗИ сосудов шеи, и оптической топографии. Это исследование лазером на изучение тепловой карты, как сколиоз у человека. И в каждом случае после правки есть положительная динамика, и она фундаментальна. То есть проще всего, конечно, это исследовать УЗДГ сосудов шеи. То есть у каждого человека, если здесь есть зажим, шея скована, напряжена. Есть некие асимметрии в сосудистой системе. То есть нарушение кровоснабжения мозга, что у детей выражается, допустим, как синдром дефицита внимания или задержка речевого развития. В Москве два центра нейропсихологии регулярно, системно направляют мне таких сложных проблемных детей. Собирают перед этим диагностическую базу, проводя энцефалограмму, делая УЗИ сосудов шеи. И дети, которые не разговаривают в 4-5 лет, начинают после правки разговариваться в считанные недели. Потому что если у них здесь есть зажим, то у них пережаты шланги. И мозгу на высшую нервную деятельность, на когнитивную, просто не хватает питания. И группы симптомов, с которыми я имею дело, очень обширны. Но я все-таки воздействую на первоисточник. Поэтому, пометуя о вашем вопросе, почему кто-то так чувствует, а кто-то так чувствует изменение от правки. Потому что и проблемы разные у человека могут быть. Я хочу задать необычный вопрос, провокационный. Вы помогаете многим людям. А кто вам делает правку? А мне не делают правку. То есть, иногда мой ученик-коллега диагностирует меня. Ну, то есть, так, в целях, так сказать, просто наблюдения. Но дело в том, что и вам не нужно делать правку постоянно. Это восстановление функциональности работы сустава, которое было нарушено. И если все работает, лезть туда, собственно, и не нужно. Хорошо. Тогда кто вам хотя бы первый раз сделал правку? Изначально у меня были очень серьезнейшие проблемы у самого лично в шейном отделе. И панические атаки, и нарушение кровоснабжения мозга, и боли в мышцах, и несколько межпозвоночных грыж, и протрузии. И я очень сильно болел, разваливался. И мне не особо сильно, что бы то ни было, помогало и стандартных подходов таких, ну, медицинских и околомедицинских. И восточные практики, и стандартное лечение межпозвоночных грыж, там, с помощью физиопроцедур, всевозможных ЛФК-процессов. И мне посчастливилось наткнуться на один из методов, который воздействует в работу затылочного сустава и шеи, и занялся своей исследовательской практикой. Вот. И был за границей, изучал различные методики, которые воздействуют так или иначе в области работы шейного отдела. И собирал литературу, переводил, и приглашал специалистов, и сам ездил к специалистам. И, в общем-то, так родился мой метод. Ходил по кафедрам, общался с врачами. И на сегодняшний день метод принципиально отличается от всех любых, вообще, в принципе, мировых аналогов. Он запатентован как способ медицинского лечения краниевертебральной области. То есть, это восстановление дисфункции, которая присутствует в области черепа и позвоночника. То есть, лечение краниевертебральной дисфункции. И он отличается от всего, что есть. Но самому это себе нельзя сделать. То есть, я потом в исследовательской практике взаимодействую со своими учениками. То есть, на мне проводили кучу множества экспериментов, в том числе и не относящихся к моей методике, которая сейчас, которую вы прошли, лечение вот это коррекционное. Я на себе пробовал очень много чего со своей шеей. Это были и манипуляции, мануальная терапия, костоправство, это массажные всевозможные техники, остеопатические вытяжки специальными петлями. У меня был сон несколько ночей подряд. Я спал в петле глиссона с определенной развесовкой грузов, чтобы, так сказать, помочь своей шее декомпрессию создать. Я делал всевозможные инъекции препаратов в свои мышцы, в том числе синтетический аналог яда Курара, то есть нейротоксин, пытаясь отключить мои заспазмированные мышцы. Я долбил себя электричеством через серебряные иглы, то есть и просто воздействие иглотерапии банками, пиявками и так далее. И вот то, что я делаю сейчас, оно очень ювелирно, закономерно, повторяемо и совершенно безопасно. У меня в связи с этим, так сказать, одно обобщение, другой вопрос будет. Смотрите, вот вы прошли долгий путь проб и ошибок, по сути дела. Вы рассказываете, как вы пробовали разные методы, учились у разных... Исследовательская деятельность была, да. Исследовательская деятельность, которая не давала вам эффекта, не приводила к хорошему результату. И до была исследовательская деятельность, и после какого-то... Да, да, я подложу к чему. Когда наступил момент озарения, когда вы поняли, что надо делать? Вот это как произошло? Ночью приснилось? Или в трамвае? Или в поезде вы ехали? Или вот... Ну что? Какой-то момент-то же был, когда это все вам привиделось? Да, был. Это был 13-й год, конец лета, где-то август. То есть сам метод, он в практике существует с ноября 2013 года. То есть в этом году 10 лет уже, и более 12 тысяч человек прошло лично через мои руки. Но до начала практики я, конечно, был в неком исследовательском процессе, в осознании, в понимании. В момент, когда вы получили озарение. Это очень важный момент для меня лично, потому что все мои открытия, все мои открытия, поэтому алгоритмы. Я просто хочу рассказать это немножко для обобщения. Все, что я открыл, все, что я открыл, это то самое, что и у вас. Это мучительный поиск традиционных методов, традиционного ответа. Мучительный, безрезультативный, абсолютное полное отчаяние. Ничего не получается. Потом ты едешь в электричке, просыпаешься, и тебе уже готовый ответ приходит в голову. Или ты просыпаешься, или ты идешь по лесу. Готовый ответ приходит, у меня есть объяснение этому, но он приходит уже в таком виде, как озарение. У вас было такое озарение, или это медленно вы пришли к этому? Медленное озарение, неяркое, растянутое, когда я нашел ответы в научных нейрофизиологических трудах, просто обычных ученых. То есть я понял, что… Семь заехнуло в этот момент? Да, конечно, мурашками все тело покрывается. Вы добрались до главного, взлетело все до небес. Да, да, конечно. И звезды вам улыбались, и облака летели на вас. И перспектива раскрывалась бесконечная. Да, да, ну я то же самое, я когда масштабную гармонию свою издал, я шел по лесу, я просто, извините, тоже творческий человек, я шел по лесу, как сейчас помню, книга была издана, я иду по лесу, зима, я смотрю на небо, и мне кажется, что звезды спустились вниз, и я могу дотронуться до них руками. И они мне улыбаются, вот клянусь, было ощущение такое. Я был сам счастливым человеком. Класс. Да. Гормональный прилив такой мощнейший. Ну, наверное, я думаю, что это не только гормоны, там еще и духовность была. Хорошо. Хорошо. Значит, все-таки, вот вы этот метод осознали и начали его проверять. В процессе проверки, применения, вы его совершенствовали? Да. Да, конечно. Как долго шло совершенствование у вас? Ну, примерно три года. То есть, три года вы доводили все до конца? Да, сознание, понимание. То есть, сначала я применял некие техники и западных методик, воздействовал различными инструментами, осмысление, практика, научная деятельность, как бы сбор анализов, понимание. То есть, эксперименты некие были, то есть, практика такая была существенная. Но эффективность была уже намного больше, чем у кого бы то ни было. А вот в 15-м году метод стал работать, ну, закономерно, повторяемо и однозначно. То есть, без каких бы то ни было каких-то творческих инсинуаций. Я буду задавать очень провокационные вопросы. Отлично. А кто первые пациенты были? Близкие. Кто были первые мученики? Друзья. Ну, на друзьях, понятно. Друг детства, с которым я еще под столом лазил в 6 лет, 35 лет назад. Третий провокационный вопрос. Скажите, были когда-нибудь в вашей практике все-таки ошибки? Можно сказать так. Некие недопонятости, неосознанности были, особенно в начале пути однозначно. Они никогда не приводили к каким бы то ни было негативным последствиям в здоровье людей. То есть, у меня нет шкафа со скелетами такими, да. И более чем из 12 тысяч человек все случаи были завершены позитивно. Но к тяжелым таким моментам стоит отнести некоторые сложные восстановительные перестройки у людей, у которых были серьезнейшие проблемы и уже дистрофические изменения в шейном отделе. То есть, когда были срочности или наоборот свистопляска, очень большая подвижность, слабый связочный аппарат или искривление черепа у людей с нарушением кровоснабжения мощнейшим. И когда вдруг система пытается разгребсти все эти завалы, потому что я проработал первопричину этих проблем и изменений по жизни. То есть, я воздействую на причину симптомов, а не на симптомы как таковые. То вот изменения в структурах, они иногда очень несколько случаев, когда у людей процессы восстановления проходили непросто. Но имеется вся доказательная база на этапе сопровождения с исследованиями УЗИ, КТ, что шла положительная динамика. И в конечном итоге это все привело к восстановлению. Люди живут полноценной, счастливой, намного более качественной жизнью, чем до моих сеансов. Но на КТ мы видим костные структуры в некой статике. Мы можем увидеть, это вот макет шейного отдела, который, собственно, вот в проекции для исследования челюсти, он делается и сверху срезы, и такие фронтальные срезы разные. То есть, мы можем увидеть, как вот этот первый шейный позвонок, который расположен, ну, вот эта затылочная кость, это сам шейный отдел. Второй шейный позвонок называется аксис, ось. Он одет, все это внутри зафиксировано связочным аппаратом и управляется мышечной системой, мышцы подчиняются мозгу. И мы можем на КТ увидеть некую натянутость, стянутость, некую, ну, повернутость, возможно, скованность. Но мы видим статику. Я же вам делаю... Я понимаю, что, так сказать, возможно, там на КТ ничего не будет видно. Нет, нет, будет видно, будет видно, если... Почему? Потому что это статика. Да, но эта статика меняется, вы же там, стой, а делаете, да? Я к чему-то говорю, не тому, чтобы проверить, а чтобы сравнить и понять. Однозначно будут изменения, 100%. Просто в динамике это все, ну, вот вы ощутили, что это совершенно по-другому двигательная функциональность, иная. Да, да, да. Вот еще один провокационный вопрос, уж извините, так сказать. Я очень рад. Моя уедливость. Очень супер. Сейчас подошла Ирина Викторовна, благодаря которой я как раз и рискнул пойти на вашу процедуру, потому что до этого я откладывал, 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 несмотря на все убедительность. Но Ирина Викторовна мне такое рассказала про себя, что и спать она стала лучше, и шум в ушах прошел, и шея выпрямилась, и все. Я посмотрел на нее и понял, по ее счастливой улыбке, что это действительно работает. Поэтому я благодаря здесь верь как раз. Но с другой стороны, я, например, знаю несколько людей, которые прошли вашу процедуру, которые говорят примерно следующее, что да, действительно стало лучше, но не настолько заметно. То есть существует, видимо, какой-то спектр от простого улучшения до радикального улучшения, и этот спектр не зависит от вашего метода, потому что есть какие-то, наверное, внутренние ограничения, которые приводят либо к улучшению, либо не к улучшению, может сказать запущенности и так далее. Вы так примерно представляете, как у вас статистика такая размытая? Это Гауссиана, наверное, да? Конечно, все зависит от индивидуальных проблем, то есть от многих особенностей каждого конкретно взятого организма, но улучшения действительно есть всегда. То есть как минимум это меньше напряжений, лучшая мобильность, подвижность, мышцы объективно и субъективно становятся мягче, эластичнее, то есть меньше зажимов нервов, сосудов, что не может не сказаться на качестве жизни человека. Но другое дело, как у человека индивидуальная чувствительность, это первый момент, то есть многие люди не отслеживают своих телесных каких-то проблем. Это я. Вот, допустим, как вы, потому что, да, бывает индивидуальная там уже какая-то степень дистрофических изменений в структурах. Бывает такое, что мой метод бессилен, если, допустим, этот первый шейный позвонок, он уже действительно несколько прикипел там, да, или мышцы превратились своего рода уже в соединительную ткань. То есть нету вот этого гидравлического субстрата, который сокращается. Я к тому, что изменения зависят от возраста, от проблем, от дистрофии, да, и вот в том числе от субъективного ощущения. Тогда я попрошу вас откровенно сказать, в каком состоянии находятся мои шейные позвонки. В очень плохом, плохом или нормальном. Ваша шейная ситуация очень напомнила мне… Самый тяжелый случай в вашей практике. Не самый тяжелый, но один из непростых, да, вот тут мы в этом же помещении в прошлое наше мероприятие проводили правку Сергею, такому военному эксперту, и его шея была подвержена множественным травмам, контузиям, и в очень непростом состоянии находились мышцы, как механическая гидравлическая система, очень скованные, сухие, зажатые, заспазмированные. У меня такая ситуация. Ваша шея в скованном, обездвиженном состоянии находилась довольно много, плюс некие эмоциональные стрессы, интеллектуальные напряженности, и ваша шея будет восстанавливаться несколько дольше, чем у Ирины, допустим, хотя у нее тоже были мощнейшие ограничения в движениях. Вот, но мы увидим намного большую свободу, и восстановительные процессы у вас будут идти замечательно и хорошо. То есть у вас ситуация далеко не безнадежна и точно решаема. Хотя, ну, мобильность ограничения свободы движения у вас, ну, колоссальная, и есть некая скованность во всех проекциях в костно-хрящевых структурах. Но оно восстанавливается во многом, то есть в целом и качество, и продолжительность вашей жизни будет намного лучше. Ну, спасибо, во-первых. Во-вторых, я хотел еще один вопрос задать. Вот я видел вас вместе с разными знаменитостями. Больше меня поразила, конечно, ваша фотография с Александром Овечкиным. Ну, я не представляю, как можно добраться до Александра Овечкина. Это он добрался. Договориться с ним, убедить его. Как это он добрался? Расскажите эту историю. История такова, что это внутреннее сарафанное радио. Да, в том числе благодаря Кириллу Андрееву, замечательному музыканту и просто классному человеку. Это группа «Иванушки», и Кирилл Андреев прекрасный вообще просто человек. Я его очень уважаю, дружу с ним и с его семьей. И он на каком-то мероприятии рассказал Александру, его родственникам. И они эскортом из белых лимузинов приезжали ко мне в медицинский центр и проходили правку всей толпой. И Шубский, и все там семейство, и зятья и так далее, и сестры. Поэтому эта история была в 2017 году. Он на следующий же день улетел в Америку играть в НХЛ. И тот сезон стал решающим и победным в его карьере. Они взяли кубок Стэнли. А до этого никак он не мог подобраться к этому трофею. То есть, благодаря правке... Стоп, стоп, он же не в 2017 году в НХЛ полетел? Нет. Я и говорю, до кубок Стэнли, первой в своей карьере, он с командой Вашингтон Кэпиталс, они взяли в 2018... Вы опережаете мой провокационный вопрос номер пять. И каждый год... Стал ли больше забивать шайб Овечкин после Вашей правки? Он бьет все рекорды, побил множество рекордов за всю историю НХЛ с Американской, и каждый год он покаживается ко мне... Стэнли футбольной командой, может быть, они начнут забивать наконец-то. Дело в том, что Александр Овечкин, он как бы добровольно, а тут как бы... Это безнадежная ситуация. Никакая правка футболистам не поможет. Я не знаю. Нет, поможет в любом случае. То есть, биомеханика улучшится. У спортсменов улучшается реакция, восстановление, лучший баланс, лучшая работа вестибулярного аппарата. Что не может не сказаться на профессиональных результатах. Естественно, не благодаря правке, а в том числе вместе с правкой в карьере Александра Овечкина оставлял замечательные результаты. И он, кстати, на днях должен показаться еще на один визит. То есть, ежегодно он последние годы, такая же традиция складывается, он показывается на диагностику и на коррекцию. Потому что это контактный и травматичный вид спорта. Постоянно там и столкновения, и падения, и... Должность, конечно. Значит, я очень удовлетворен нашей беседой. Скажите, пожалуйста, вот тут так или иначе вы обладели этой методикой. Насколько эта методика передаваема другим людям? Или это только ваш дар, талант, и никто другой так, как вы, работать не может? Потому что я так понимаю, что здесь не только знание, здесь гигантская интуиция. Вы же работаете, наверное, на подсознательном уровне, чувствуя другого человека. Я, мое подсознание, естественно, участвует, и мой опыт тысяч людей, он, естественно, как-то автоматически, мозг его накладывает на каждого человека. Но это не является областью субъективного искусства, а все-таки научный подход. То есть сейчас, на текущем времени, я работаю с методологом, и мы структурируем учебный процесс так, чтобы правильно, и с педагогической точки зрения, и с системы контроля качества обучать людей. Моя цель – это обучение большего количества людей, интересующихся этой методикой, и развитие, и масштабирование. Я считаю, что, в общем-то, мы должны прийти к тому, что знания, которые, и мой опыт, который лежит в основе моей практики, они должны быть применены уже от роддома, так сказать, до обычной стандартной поликлиники. Кстати, насчет роддома. Есть такое расхожее мнение, что роды проходят у нас во всем мире неправильно, что женщина должна рожать сидя, а не лежа. И якобы вот это лежащее положение приводит к тому, что как раз здесь нарушение происходит, и люди из-за этого долго страдают. Как вы относитесь к этой версии, такой заговорческой, я бы сказал? Сергей Иванович, я вот очень рад, что эта гипотеза стала, становится расхожей, как вы говорите, потому что недавно такого еще не было. И вот в том числе и благодаря моей деятельности, и публичной, и практической, это все больше и больше на слуху. Действительно, роды очень неестественны в системе родоспоможения, которая является неким конвейером по выкорчевыванию детей из матерей. Она не соответствует природе, как женщина не может родить нормально и адекватно, лежа просто на спине. Потому что гравитация помогает ребенку двигаться вниз. Так на этой планете все организовано. А лежа на спине, с подворотом некого даже крестца, ребенку вынуждено как-то ему вывинчиваться вверх. Плюс мать, она обездвижена, она не может помогать движениями собственного таза проходить плоду через родовые пути. Плюс используются возможные стимуляции. И роды, они должны быть вертикальными. Ну, то есть, более, не обязательно сидя. Возможно, на корточках, возможно, как-то в колено-локтевой позе. Возможно, в бассейн. По-разному. Моя дочь, она была рождена моей супругой дома в ванной. И голову она приподнимала и держала при выкладывании на животик уже в первые сутки. Плюс я еще шеей позанимался. Плюс ей не обрезали сразу пуповину моментально. И у нее вся гидравлическая жидкость вернулась в ее организм. Из плаценты, из пуповины. Там до третьей крови новорожденного находится. И вот такие стимуляции младенца, чтобы он начал дышать, как шлепки под зад, очень часто применяются просто потому, что легкие не раскрыли. И многие такие врожденные пороки сердца, они на самом деле приобретенные, потому что просто не хватало гидравлической жидкости в системе. Плюс мозг не раскрывает альвеолы легких. Вот это неправильное, так сказать, родоспоможение. Это результат, так сказать, просто небрежного отношения к этому процессу? Или это какой-то… Есть такая версия, я ее слышал в 90-е годы. Это какой-то заговор, так сказать, каких-то глобальных глистов, как их называет Андрей Кенбургский, против человечества. Чтобы человечество было тупее. Как вы считаете? Или вы ничего не считаете? Информационный вопрос. Я считаю, и более того, я вел исследования и анализировал первые научные и методологические пособия в области родовспоможения, которые при Екатерине II, которая немецкая надзирательница на данной территории была, как, собственно, система обучения, внедрения и массовые стандарты, некие регламенты. То есть, это было сознательное внедрение. Насколько оно было осмыслено, я не знаю. Но оно регламентировалось, оно, так сказать, было системой контроля. Смотрите, вы говорите, что она, как надзирательница, это делала для России. Но тогда почему это по всему миру распространилось? То есть, не только в России, но и в той же Америке, в том же Израиле, в той же Швейцарии. Вы, как ученый, знаете, что наука на планете, она едина. И мир, он... То есть, это заговор против всего человечества. Я думаю, что это скудаумие, но массового глобального масштаба. Я тоже так думаю. Потому что, исходя из моих наблюдений и познаний, то есть, там не было сознательно, то есть, явно. То есть, это просто глупость. Это просто бред. И царские семьи, в том числе, ну, вот, так сказать... Тем более, в деревнях Екатерина II при всей своей могущественности не могла контролировать процесс родов у крестьянок, которые в процессе, так сказать, сбора урожая заходили и просто раздали. Дело в том, что я вот добавлю эту мысль несколько разверну. Если бы это был заговор, то заговорщики, по крайней мере, не имели бы проблем. Ну, на мой взгляд, это было бы разумно, да? То есть, пускай, так сказать, крестьяне там и рабы-работники будут несколько покалеченные травмированные, от этого, возможно, они будут более в чем-то управляемы, но менее эффективны с точки зрения производительности труда, на мой взгляд. Но сами бы тогда царские семьи не были бы сплошь и поголовно травмированными, сколиозниками, кифозниками. И я вижу по снимкам 19 века, по фотографиям, да, и по началу 20 века, и семья вся Николая II, они все, вот, все, собственно, имеют то же самое право. То есть, я имею некую компетенцию в области визуальной диагностики. Портреты наших всех королей, царей и прочее, посмотришь, это просто кошмар, какая-то конскамера, по-моему, что вы видите. Да, а даже вот современные всякие Ротшильдеры, Рокфеллеры и так далее, вы взгляните на этих. Да-да-да-да-да, ужас, конечно. А вот Сергей Алексеевич знает, у нас уже 2 роддома, которые правильно шли. Даже больше, то есть, палаты, контрактная система, вот, палаты естественных родов практикуется и развивается. Четыре, да, роддома? Да, даже больше, наверное. Чуть ли, наверное, не в каждом сейчас, как платная услуга. Четыре полностью роддома. То есть, все-таки здравый смысл шагает по планете, да? Подкрепленный твердым рублем, да. Ну что ж, я еще раз хочу произнести вот это классическое заклинание «правка.ру». Да. Если у кого-то есть желание и интерес к своему здоровью жить дольше, счастливее, и вы заботитесь о себе, я вас приглашаю на консультацию, на диагностику, на которой мы выявим или, так сказать, исключим наличие проблемы. И если она есть, ее однозначно нужно решать, потому что улучшение жизни, самочувствия, оно, ну, я думаю, что вам необходимо, если вы здравомыслящие люди. Правка.ру